Всем привет! Это видео сегодня будет о питании и о том, что мы ели в питании, как пробовали необычные фрукты и что вообще и где. В общем, если вы любите смотреть, как едят другие люди, то это видео точно для вас. И начнется оно с того, как мы пробовали впервые очень интересный фрукт. Называется сахарное яблоко. В общем, приятного всем просмотра. А вот это что тут? Это манго, оно красного цвета, кремовое яблоко. Ой, интересное такое смузи. Она мне сказала ломать. Да, ну оно видно, что оно мягкое-мягкое. Ого! На что похоже? Очень вкусное. Кстати, забыла сказать о вкусе сахарного яблока. Оно напомнило мне какой-то персик по консистенции, как, не знаю, какой-то пудинг. Короче, это было супер вкусно. Ну, я об этом не сказала, но просто в моем сердечке. Ребята, очень вкусно. Вкусно, да. Очень вкусно. Да. А теперь будем пробовать манго, который был... Что? Кстати, манго мы взяли именно красное. Оно стоит дороже всех, но меньше отдает елка, чем желтое и зеленое. Этот немного другой по вкусу. Да? Не очереди желтый. Красненький мне даже больше нравится. Вкусненько. Далее мы пошли именно в мясной ресторан под названием Матадор, потому что за один вечер мы наелись морепродуктами, которые здесь дешевые, и решили поесть чего-то мясного. Так что смотрите. Сегодня на ужин мы пришли в новое место. Оно мясное, немножко шумное, потому что находится на берегу моря тоже. Посмотрим, выбираем для музеяки. Мама сидит. Закат, рассвет. В общем, очень-очень... А, половина стоит симпатичная. Волны шумят. Сидим под шум волн. Большое такое кафе. Папа? Папа. Доча. Спасибо, что видели. Итак, мне принесли фланговый фрэш или смузи. Будем пробовать. Он вкуснее, чем я пила обычно, потому что он тут с молоком и со льдом. Нам принесли их местный хлеб. Ну, такой, не тёпленький, но мягкий. Потом попробуем. Принесли овощи гриль. Выглядит достаточно симпатично. Тут есть ананас, помидоры и огурец, кабачок, непонятно что. Ну, попробуем. Папа сказал, что это банан, но это... Да, да, скорее всего, банан. Они считают его за овощ, видимо. Интересно. Итак, дамы и господа, нам принесли уточку, 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 с морем лука. Ну, в общем, будем сейчас пробовать и кушать. Итак, сейчас состоится проба первой в моей жизни утки. Я до этого её ни разу не пробовала. По вкусу, как обычно, курица, как шашлык из свинины. Вообще разницы нет. Курица или сослуха? Шашлык из курицы. Заодно попробуем их местный хлеб. А внутри он чахленький. Вкусно. Попробовал махнуть хлеб в эту штуку, жижу. И что это оказалось? Вопрос, это от курицы сок на тёпцу. Да, да, это не это соус. Ну, лично мне так понравился. Ты любишь. Потом закусываю ручком. Вкусно? Курица по петельнику. Мама, как тебе? Это смесь курицы с чем-то, но это не куриное мясо. Мясо немножко сладковато, мне кажется. Нет, как оказалось. Без комментариев. Короче, мы, ребята, будем кушать. Всем приятного аппетита. Итак, сегодня уже другой день, и мы с родителями собрались пойти куда? В Эле-Латино. Какой день сегодня? Какой пища? Другой. Другой день, неважно, какой сегодня день, но мы собрались пойти ужинать в Эле-Латино. Мы, как поняли, это мексиканская или латинская пища. В общем, посмотрим, что там будет и как это реагирует наши организмы. Потому что, когда мы ходили в последний раз в мексиканский ресторан, папин организм отреагирует. В мексиканский мы ходили. Они часто ходили, плохо отреагировали на Матадор. На Матадор. Короче, папин организм реагирует на всю такую специфическую острую пищу. Весьма странно, поэтому посмотрим, как отреагирует наш с мамой организм. В общем, собираемся мы в Эле-Латино. Папа еще взял с утра острый суп, очень острый, смешанный суп, называется, он какой-то там китайский, с лапшой, с говядиной, и, короче, папе тоже было не очень. В общем, все, мы, короче, пошли. Ну, поехали. Не видно. Итак, сейчас будем думать, что заказать. Тут есть меню на русском, что очень хорошо. Папа не хочет выбирать ничего, он истинный латинос. Папа уже примерил к себе панамку, шляпку, настоящий мексиканус. Мама тоже уже сидит, сейчас примерит шляпку. Все, шикарно. Короче, все, мы настроены, есть мексиканскую пищу полностью. Мне принесли вьетнамский кофе. Во Вьетнаме кофе сам по себе очень горький, и его пьют только со сгущенным молоком или со сливками. Обычного молока у них нет. Это все я узнала благодаря экскурсии. В общем, родителям принесли Сайгон какой-то другой, красный. Тайгер, экспортный, который идет на экспорт. В общем, сейчас попробуем кофе. Кофе мы там купим? Нет, там где мы покупаем. Сам по себе кофе достаточно горький. Это красный. Я потом добавлю себе еще брауни. Вот это кофе. И мне будет отлично. У папы тохитос, у мамы крылочки. У папы сейчас не все. Ему принесут его тохитос. Что-то на сковородочке. Глядит интересно. Что-то непонятное мясо? Курица. Курица. В общем, это киседелье с сыром. У мамы там все, я уже сказала. Выглядит все достаточно красиво. Будем пробовать. Папа уже делает себе лепешечку разную. Мама пробует крылышки. А я сейчас буду пробовать свою тортилью с сыром. Вкусно. Сыр тянется очень классно. Да? Ну как тебе? Вкусно. Вкусно? Остро? У нас же не добрался. У меня остро за счет перчика, который находится внутри лепешечек. И везет. Папа мне делает свой ролл, который ему пришел. Называется он, в общем, ребята, фахипес. Что-то так. Пока я попробовала только лепешку. Лепешка вкусная. Ничего сказать не могу. Вот мне по вкусу, ребята, напомнило, это чисто шаверму. Очень вкусная, домашняя такая обычная шаверма. Лепешка свеженькая. Достаточно приятно. Мам, а как тебе крылышки? Ну, гриль обычный. Можно у соуса добавить. Соуса тут есть в приложении. В общем, ребята, нам все понравилось. В принципе, вкусненько. Да, папа, вкусненько? А ты пробовал с сыром кисаделью? Ребята, мне принесли брауни, и он выглядит просто восхитительно. Я прям уже представляю, какой он будет вкусный. Узнаете, с чем? С того, с того. Ну что, отзыв? Отлично, отлично. Дочуха, мы отлично сходили, отлично посидели. Надо, конечно, перейти дорогу, успеть. Потому что нет движения просто. Пойдем. Если говорить обо мне, то мне все понравилось. Было очень вкусно. Все по-сюда. Мы решили взять вот эти вот фрукты на пробу. Возьмем и расскажем. Выглядит красивенько. Ребята, смотрите, как мы приехали в отпуск. У нас одни таблетки в наших покупках. Здесь, здесь, здесь. И знаете, большая часть, это пока что вообще все не нам. Короче, скоро будем пробовать эти фрукты, и я вам покажу, как они будут на вкус. Это у нас получается рамбутан. Он выглядит вот так вот, достаточно твердый, похож на виноград. Сейчас посмотрим, как он по вкусу будет. Вот, короче, он такой вот. И его надо чистить, просто ломая. Он получается как личи, реально выглядит даже. Он такой полупрозрачный. Вот он. Красивенький. Сейчас посмотрим, как на вкус. Он как виноград. Такой же. Вот так он. Понимаете, как у вас тут на день. Вот, салучок. Угу. Глядайте быстрее. Дыня, дыня очень вкусная. Сладкая дыня. Давайте, мы все ближе. Ну как? Сейчас, расходим. Очень странный вкус. Дыня. Вот такая вот косточка. Срочно, срочно, срочно. Он похож на виноград по консистенции, без кожурки. Боже мой. Не попробуй, он... Дыня, да? Вообще просто дыня. Мне понравилось. А мне понравилось, очень вкусно. Сейчас еще попробуем рамбутан. Он вот такой вот. Рамбутан, и уйдет арбутан. Да, конечно. Вот так он выглядит. Папа, блин, наполнит его живота. Они думают, что он такой рамбутан. Рамбутан. Волосатый. Да, он волосатый как бы такой. Нет, я не пойму, где рамбутан, а где он висит рамбутан. Рамбутан, и... Короче, вот так вот выглядит рамбутан. Его так же чистишь? Внутри он выглядит вот так вот, как личи. Вообще копия личи. Сейчас попробуем на вкус. По вкусу как персик. Персик со вкусом личи. В принципе, в принципе, вкусно. Но это поприятнее. Тут прям противное. Да как противная дыня? Может, ты какой-нибудь неспелый взяла? Когда в рот попадешь, сразу такой запах какой-то у него был. Папа, пробуй. Опять такая что ли? Нет, это другая. Это... Это... Рамбутан. Это рамбутан. Похоже на яичко чьё-то. Ага. Не, а вот это поприятнее. Да, папа. Косточку не ешь главное. Такое... Да что? Скажи хоть что-нибудь. Вкусно. Вкусно? А какой больше понравился? Мне вот этот вот. Мне понравился рамбутан. Вот этот тебе понравился больше? Мне тоже. А мне вот этот. Очень вкусный. Этот обычный. Ребят, я немножечко подгорела. Как и мама с папой. Все красненькие. Мы с ними выдвигаемся посмотреть на закат. А потом пойти ужинать. На закат не попали, зато попали на волны. И тут рабочие что-то делают. Ой. А у меня поднимается платье. В общем, ребята, шел час, как мы уже идем в поисках какого-нибудь места, где покушать. Или мама еще ищет какой-то рынок. В общем, идем, движемся по Муине. Или Муне, как его называют. Короче, жанко почему-то, потому что ветра нет. Снова красиво. Небо красивое, а вот папа. Здравствуйте, друзья. Идем в третий час. Ничего не может, как до них куда-то прийти. Да принцессия найдет. Видать, в вьетнамских самой. В этот. Хошимин. Хошимин. А второе название. Сайгон. Сайгон. В общем, мы пришли вот сюда. Ничего не смотреть меню. Я прям хочу какой-нибудь, наверное, или сэндвич, или пасту. Очень вкусненько, наверное, будет. Все меню на русском весьма удобно. В общем, мы заказали спагетти. Папа ребрычки, мама вроде салат. Я еще заказала себе вкус и весок. Весок, конечно, горит капец. Мне бы мороженое сейчас, а не спагетти. Как взяла русский салат? Не знаю, что это такое. Картошка, салат. Морковка. Морковка. Огутцы. Яйца. А мясо есть? Колбаса. Да. Вкусно? Очень вкусно. Честно? Мне не надоело. Я пущу. А. А папа ест арахис и пьет пиво. Арахис необычайно вкусен. Он жарен до черноты. Обалдеть. Вкусняшка, да? А мне принесли мой кокос. Плюс вот этого места в том, что подходит дядечка и подливает алкоголь. Но минус в том, что мне не нравится во всех вьетнамских заведениях, это то, что приносят блюда не вместе. Понимаете? И кто-то уже может съесть, а кто-то еще даже не получил свою порцию. Угу. Да? Папе принесли его ребрышки, которые выглядят симпатично. А мне мой спагетти карбонара. So, let's try. Мммм, ребят, очень вкусно. Очень вкусно. Просто максимально вкусно. Ну, у меня это, я вам скажу. Ну, давай. Поделись с ребятами. Утопила, думаю, мясо, кусок. Засладит. Вкусно? Вкусно. Ничего необычного? Солос вкусный? Как наш. А, как наш шашлык? В общем, мы будем трапезничать. Или я соскучилась по нормальной еде, потому что вчера меня еще целый день полоскало. Или я не знаю что, но было очень вкусно. Тебе понравилось? Ну, не знаю. Три с плюсом где-то вот так. Или, ребят? Потому что это как шашлык, то самое вкусное дело. С нами вообще на плюс один. Потому что это самое, что в России. Да. Короче... Одна, типа, сухого мудра, взяла какие-то российские. Тоже российские. Почему российского паста это итальянская? В общем, мы, кажется, уже наелись и соскучились за обычной привычной пищей. И вот такие вот дела. Ребята, сейчас пришло новое поколение китайцев. И они, во-первых, очень стильные. Во-вторых, высокие и весьма красивые. А я... Что? Да она объедет. А я буду заканчивать сегодняшнее видео. Надеюсь, вам понравилось смотреть, как мы что-то пробуем. И если вы еще хотите больше видеть таких видео на моем канале, то пишите в комментарии. Буду снимать и вам показывать, как я жую или как живет кто-то другой. Всем до скорой встречи. Подписывайтесь на мой канал.